Доброе утро! Сегодня, как всегда, солнечно. Как всегда, нам показывают вершины, мы сегодня поедем на Безерпинский карниз, вернее пойдем. Поедем на Газпромовскую дорогу, там поднимемся до пихтового приюта и дальше пешочком. Единственное, что мы должны еще зайти в вольерный комплекс, в лесничество и купить пропуск в заповедник, потому что мы идем на заповедник, на медведей смотреть, где обитание. Если повезет. Вот такая прикольная тропиночка, бывшая дорога. Тут асфальт даже есть остаток. Вольерному комплексу. Да, можно идти вот там, вдоль трассы по тротуару на Сунцепёке, а можно так. Купили наконец-то билетики. Сейчас еще пару километров в обратную сторону. Мы будем ловить машинку, может кто подберет. Курорт Альпика. Едем на приют Пихтовый. Газпром. Ух ты. Внизу трасса. Река. А мы едем в горы. Знаешь, такая шумоизоляция здесь. Горкий город как-то пошумнее был, да? Здесь большая кабина. Здесь прорезиненные окна. Все закрыто, да. Кабинка на 30 человек. Так как мы приехали не в СИЗО, у нас персональная кабинка. Вот, да. Курорт Альпика. Я тоже снимаю вот эту вот нашу кабинку на 30 человек. Персональная. Да. А там мы живем. Село Эстасадок. Да, например, ну такие кабинки на Альпетре. Я думал. Агрегатина. А? Агрегатина. Конкретно, ваша. Представь, сколько затрат, чтобы их обслуживать. Красотища кругом. Горы, горы. Ой-ой-ой. Интересно, во время ветра тут, наверное, вообще бомтают в этом месте. Сейчас спускаемся вниз по этой тропинке. Дальше подъем по вот этому хребту, где заканчивается лес, походит траверсная тропа налево. Вот по ней мы и пойдем. Снег в ложбинке. Сентябрь месяц. Скоро зима. Вот такое начало подъема по лесу в синечке. По шикарному лесу. Пока в кайф. Высота 1600. Великолепный воздух. Впереди. На высоте, Саша, с 30 метров. Растут. 1900. Растут биозы. Первая паушка наша. Вот такие вот за нами горы. Вот там вот за нами место отдыха. И там с другой стороны тоже горы. Гарри не попадает на трассе. Я сейчас стремлюсь. Ты не так не попадаешь. Впереди как будто бы водопадик. Ну, ручей течет. Ручей. Каскадом водопадиков маленьких. Будем надеяться, что наверху тоже есть вода? Надеяться будем. Потому что у нас осталось, наверное, где-то меньше половины полуторолитровой бутылки. Так, смотри, тучи наползают. Должны успеть все до обеда спуститься. Погнали. Погнали. Гром. Гром, 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 гром. Пойди. Измейца. Какой карниз? Это какой-то Пенский. Бзепский что-то такое. Бзепинский. И мы продолжаем путь. Сейчас мы дойдем наконец-то до этих домиков. И устроим привал. Меня все больше удивляет, как на такой высоте выживают эти прелестные березки. Мастер. Печки набегают. Гора Кубик, да? Да, нет машины. Вот вывески вежьи ворота, указатель откуда мы пришли, 2-300 метров. И гора Коготь, до нее 2 800 метров. И Галя, которая этот маршрут прошла, закрывает себе свое лицо сейчас. Класс, ну мы идем еще чуть-чуть туда, чуть-чуть дальше на сам карнизик. Там остановимся. Это река Бзерб, и значит водопад наверное Бзербский. Ой, водопад, карниз Бзербский. Идем сейчас наберем водички, выльем галимую минералку, и наберем нормальной горной воды. Вот тут набираем воду, а там водопадик. Галя набирает воду, умывается. Я сейчас тоже умоюсь. Ванночка такая хорошая. Ванночка офигенная. Это река Бзерб. Бзерб. Саша припал на колени перед рекой. Галя не разрешает купаться. Хорошо. Кайф. Итак, поднимались мы сюда два с половиной часа. Последняя электричка, которая канадная дорога, уходит в 17.30. Соответственно, нам нужно выйти в самый край 3 часа. Сейчас 13.09. Ну, я думаю, что мы часик посидим, не будем на последнюю электричку рассчитывать. Часик здесь посидим, потусуемся и двинем в путь. Спускаться будем на другой канадной дороге, на Рорт-Лауру. Вот это, собственно, это не козырек, это у нас в Крыму козырек, а здесь карниз. Карниз Пздепский. С него такой вид открывается. Там внизу шумит водопадик. С этой стороны уже видно, сейчас подойдем, покажем. О, вот он, хороший водопадик. Чуть выше по течению мы набрали водички свежей. Вот. Вот это туалет с самым красивым видом в мире. Открываешь кабинку и наслаждаешься. Наверное, никто здесь не гадит с закрытой дверью. Потому что вот там сидит чувак в узел лотоса. А лотос это такой цветок, а не стиральный порошок. Как говорил Майна Уленко. Мы поднялись на 2074 метра. Вот такая красота. Саша сидит на лавочке. Загорает. Саша готовит обед. Из того, что Бог послал. Бог нам послал сегодня хлебушек, колбаску и плавленый сырок. Который мы положим, намажем между хлебушком и колбаской. Хоть что-то похожее на поход у нас. Традиционно к обеду натягивают облачка. Сначала на вершины гор. А потом и полностью закрывают. И возможно гроза. Поэтому сейчас время 14.14. И мы выходим. А мы двинулись в обратный путь. По дороге с облаками. Канатной дороги. Альпика, да? Канатной дороги. Мы будем спускаться на лауну. На лауну. Поднимались по Альпике. Стянемся на лауну. Как наползают эти облака. А виды все впечатляют и впечатляют. Даже по дороге не брать. Орлы влетают. Нам приют. Прямо рядом. Это ворон? Орлы. Не серьезно. Субтитры делал DimaTorzok И тут начинают цвести роддендроды. Какая прелесть. О, орел. Улетел. Колокольчики шикарные. Продолжаем свет. Спускаемся по лесу. Красиво. Такие вот пихточки. Пихта необъятная. Три обхвата, наверное. Тут такой непряжный кончик. Ну, длительный. Вам же комфортно спускаться. Не жарко. Очень много папоротников. Практически заканчивается наш маршрут. Мы выходим на финишную прямую. Вон там он заканчивается. Небольшой подгончик в конце. Чтобы не расслаблялись. Вот туда вверх по тропинке нам необходимо подняться. Мы спускаемся на олене ферму. Маленькая такая дорога. 960 метров всего. 100 открытая. Мы сегодня все время на закрытой будем. Вон параллельно идет. Дорога закрытая. По которой мы будем спускаться. Так что немножко открытого она не помешает. Ск殺ли над Giganto. Ответрой. Д knee целый. Д头. Сейчас поспMoZ. Сейчас посплю на станцию приют психаку там что-то может тоже посмотрим в принципе мы уже спускаемся основная задача не выполнена спускаемся попутно что-то будем смотреть зеленая планета пойдем посмотрим а это выставка техники вот такой вход в парк зеленая планета прямо над нами канатная дорога здесь цветочки цветник вон там вдалеке галя стоит так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот наша деревня Главная улица деревни Но здесь люди не гуляют В основном здесь ездят машины Вот там вот чуть-чуть левее За зданием Там набережная Там гуляют Продолжаем экскурсию По нашему селу Всквоз садок Вот это вот За машинами С цветными колоннами Это Главная канатная дорога Горки города Плюс там прокат снаряжения Вся эта фигня Вот здесь идет аллея Магазинчики Маленькие кафешки Аптековые Аптековые И мы сейчас Зайдем Вот в это заведение Которое называется Горки хмель Там продается Вкусное пиво Я правда пробовал Только самое простое По 100 рублей пол-литра Для нашего села Это совсем недорого Вот И оно очень вкусное Сегодня возьму И здесь И с собой Мы Вот в этой вот кафешке Твоей любимой Уже моей любимой Редко когда можно услышать В кафе Гражданскую оборудовую Вот Кафешка очень маленькая Можно сказать Да Пирная Наливайка такая И еще и летом исполняют Вообще класс Копили пиво Далее гуляем Вот это Наш Главный отель Мариот Здесь мини-маркет Бургерная Ниточка играет Луна Продолжаем Нашу экскурсию Местная гостишка Мариот Вон впереди Вот это все светится Наше местное Газино Сочи Вечером смотрится богато Днем тоже Я думаю Там на самом деле Богато Как смотрится Так оно и есть Вот поближе Вот Прошел И вот Практически напротив Казино И заведение попроще Гестеран друзья Столовая Поедим Всякие На все Случаи жизни Фастфуды Тут тебе и добробургер Тут тебе и суши В общем Все что Надо А нас интересует Вот эта точка Продуктовый магазин Эконом Реально Цены Семь-херопольские Как в обычных Магазинах Неоднократно Замечено Что покупают Там местные Вот Так что Думаю Что Это одна из самых Дешевых точек Столовая Патиссон Ни разу Куда не заходили Отпугивают Вот это вот Название Здорового питания Вот И Таким образом Поселок Наш практически Закончился А мы по этой улице Идем к своему Отелю У нас там Тихо и хорошо Короче Мы купили Хинкали 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 Лей Вот Сейчас будем Их пробовать Хотя Говорит Холодные Мне так вкусно Но Сказали Что нужно Обязательно Их под пиво И под водочку Поэтому Я Смотрю Чуть водочки Вот А завтра Мы продолжим Последний день У нас И у нас Осталась Вторая часть Канатных дорог Газпрома Которую мы можем Посетить Чем мы займемся Поднимемся На Открытом Подъемнике На высоту Около Двести Приют Ветров И посмотрим Что там есть Интересного Во второй Половине Дня Вернемся В город Будем Готовиться К Отъезду Посмотрим Какие-нибудь Сувенирчики Походим Просто По нашему Селу Вот Зайдем Может быть Горки Мол Вот На сегодня Пока Все умотались Страшно Будем Пить водочку Сверхали